Танец К слову, в латиноамериканской программе партнеры вертят друг другу, как хотят. Он готов скружить ей голову в ча-ча-ча или в джави, а она возьмет все в свои руки в румбе или самбе. Кто-то, наоборот, любитель европейской программы. Пятерка стандарта, весьма аристократична. А как может быть иначе, когда танцуешь фокстро, танго, квикстеп и медленный вальс? У меня на руке, я твой, ты любишь, ты любишь, ты любишь. Восьмой год подряд начинающие танцоры и профессионалы собираются на международном турнире по бальным танцам Black Sea Open Cup. Соревнования традиционно проходят на базе спортивного комплекса Национального университета Одесская юридическая академия при поддержке почетного гражданина города Одессы и Одесской области Сергея Кивалова. Здесь несколько сотен участников из всех уголков Украины, а также Молдовы и Беларуси. Тренеры отмечают, что танцоры приехали с высоким уровнем подготовки. Можно только представить, каково было судьям выбирать лучшего из лучших. У нас практически вся Украина присутствует. Участие и Тернополь, и Жмиренко, и Киев, Донецк. И за границей у нас Молдова представлена и Беларусь. Со стороны этот вид спорта кажется очень легким и воздушным. Вот только зритель никогда не узнает вторую сторону медали, ведь зал для спортсменов – второй дом. Подготовка к соревнованиям занимает буквально все свободное время. Занятия проходят ежедневно по несколько часов. Для того, чтобы качественно подготовиться, спортсмены совместно с тренером выбирают направление, в котором хотят развиваться – латино, стандарт или одновременно две программы. Главное отличие латиноамериканской программы от европейской заключается в том, что латино более независимо. Есть моменты, где партнеры и партнерши взаимодействуют только за одну руку или вообще танцуют на расстоянии. В то же время в европейской программе партнеры и партнерши постоянно находятся в фиксированной позиции – рамке. Впрочем, как говорится, у кого к чему больше лежит душа. Мы десяточники. И то, и то. Ну, чуть-чуть латино, чуть-чуть очки больше. У меня наоборот. Ну, не знаю, лично мне как-то тянет больше к латине. Вы, знаете, просто почувствовали, что как бы латино, ну, не наше, не можем латино. Латино? Да, на самом деле латино, потому что оно более зажигательное. И на самом деле это яркий танец, и костюмы сами по себе, они более выразительные. Насчет стандарта, он тоже своеобразный и тоже хорошая программа, но ближе, ближе на самом деле латино. А вот критерии оценивания к обеим программам одинаковы. Милина Чудак и Никита Кырич в паре уже несколько лет. За это время успели побывать на многих турнирах и соревнованиях. Но, как рассказали ребята, соперников у них нет, ведь их главные конкуренты – они сами. Каждый день нужно побеждать самих себя, чтобы был прогресс, был результат. Через силы, если вот мы, например, прогоны танцуем на тренировках, через силу нужно до конца дорабатывать, потому что на турнире это даст свое. Организаторы рассказывают, что спортивный комплекс Одесской юридической академии – это лучшее место для проведения международных соревнований. Здесь созданы все условия как для спортсменов, так и для болельщиков. Установлены трибуны для зрителей, а также купол, который надежно защищает от дождя. В свою очередь танцоры хвалят качественное покрытие, баркета и просторную площадку. Здесь атмосфера такая, что люди сюда приезжают просто по обыкну, а тем более, что открытая площадка, воздух, Одесса, море. Ну, и, конечно же, юра академия, поддержку, это от Сергея Васильевича мы поддержку получаем уже именно в восьмой год. И он нас любит, и мы его любим. Вот, так что помогает, как может. Очень понравился, паркет просто великолепный, удобный, просторный. Организация тоже на высшем уровне. Очень круто, что зал открытый, что есть чем дышать. Тренеры отмечают, что с каждым годом этот вид спорта все молодеет и молодеет, но все же рекомендуют записывать деток в школу спортивно-бальных танцев в более осознанном возрасте – 6-7 лет. Сейчас приводят детей буквально с трех лет, которые только начинают учиться ходить и что-то чуть-чуть понимать, они начинают танцевать. Но я, собственно, считаю, что это зарано. Когда дитина понимает рахунок, понимает напрямки, понимает, что от нее потребуют, это там 5-6 лет, тогда важно и начинать. Впрочем, даже несмотря на достойные результаты, бальникам есть куда стремиться. Поэтому уже завтра они переоденут торжественное платье и фраки на тренировочную одежду и начнут работу над ошибками. Кристина Черновалова, Юлия Польнова, Телеканал Репортер.